Приветствую вас, ввиду некоторой конфиденциальной информации, вот, я не буду засчитывать текст вопроса, вот, я считаю, что это не автоматично, я постараюсь ответить на него, вот, только автору, в данном случае. Вы описываете некоторые особенности своего поведения, вот, которые, само собой, как-то вас, как-то вот вас, ну, беспокоят, да. Вот, в целом, если мы берем как-то, ну, оплеченно, то, что вы описываете, ну, просто, если мы берем как-то отвлеченно, то это нормально, абсолютно. Вот, и, ну, безусловно, безусловно, безусловно. Такое встречается, вот, то есть, в этом нет ничего необычного, вот, и, в целом, это выглядит как что-то такое, вот, довольно нормально, вот, потому что, ну, в жизни бывает в этом смысле всё. Но, есть один момент, вот, который я бы хотел, наверное, как-то вот немножечко озвучить, дело в том, что вы описываете свою ситуацию, где у вас, получается, была неполная семья, и вы описываете ситуацию, в которой вы не знали отца, и, в общем-то, кроме каких-то мелких фактов о нём, вот, и... вот, как бы отношения к отцу, вот, то, как вот вы воспринимаете сейчас своего папу, да, как вы могли бы его воспринимать, и, как вы относитесь к себе в этом, в этом контексте, в контексте, вот, своего папы, то есть, ну, как вы воспринимали, да, то, что вот у вас нет отца, и вот это отношение к себе в контексте отсутствия или наличия отца, там, вот, оно, конечно, играет, как мне кажется, такую очень существенную роль, возможно, в вашей такой реальности, потому что может быть реакцией на, ну, на отсутствие папы, просто. И вот это уже довольно интересно могло бы быть с точки зрения, вот, исследования, потому что... одно дело, если вы просто выбираете какую-то модель поведения, да, своего, своего, вот, ну, сами просто, просто выбираете какую-то модель поведения ещё, это одно дело. И совсем другое дело, когда, вот, есть такой бэкграунд определённый, вот, и я бы сказал, вот, то, что пришло мне в голову, когда, когда я читал ваш текст, вот, то, что мне пришло в голову, это то, что через, через вот такое поведение вы вполне можете пытаться стать ближе, стать ближе. к мышкой фигуре, вот, к мышкой фигуре, тем самым как-то вот почувствовав, ощутив, защищённость. Защищённость, почувствовав и ощутив какую-то вот, ну, принадлежность к этому. Здесь можно говорить в какой-то степени о механизме проекции, когда вы на себя переносите то, что вы хотите от человека. Это скорее больше ретрофлексия, наверное. Но суть это не меняет. И вот если это влияет как-то на ваше поведение, если это влияет как-то на выбор вашей модели поведенческой, если это определяет ее, то это нужно корректировать, конечно. Потому что в таком случае нельзя говорить о том, что вы свободны в выборе своего поведения. Нельзя говорить о том, что вы выбираете как себя вести. То есть нельзя говорить о том, что вы определяете свою модель поведенческую. к сожалению. В таком случае мы можем говорить о том, что вы не свободны в своем поведении. Вот вы не свободны в выборе своего поведения. И вот это, пожалуй, является очень большой трудностью. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. То есть вот эта вот не свобода ваша. она очень, ну, может как бы вот бросаться, значит, в глаза. К моему большому сожалению. И вот это, в принципе, нужно корректировать, если мы хотим вам помочь. Вот. Как-то так. То есть, однозначно ответа на ваш вопрос, да? Нет. Потому что тут есть варианты. Вот. Ну, на мой взгляд, да, тут есть варианты. В целом, в целом, в целом, это норма в Корее. В целом. В целом это нормально. Вот. 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 Но, может быть, такая ситуация, непростая, что вы не свободны, вот, в выборе своего поведения, и вам нужна помощь. Именно в том, чтобы вот просто иметь возможность для себя более свободно выбирать, как вы хотите, вот, и чего вы хотите. Вот. Вот. Вот я думаю, примерно как-то, как-то так можно ответить на ваш вопрос. Да, вы можете, вне всяких сомнений, вы можете обратиться. Вы можете обратиться к специалистам, да, которые вот занимаются, значит, подобными вопросами, да? Да. Тут сложности нет. Вот. Значит, сексологи вам могут помочь. Вот. Вот. Но. Ладно, увидеть всю, 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 всю историю. Ваши. И если вы, ну, прячетесь, да, если вы, ну, как-то вот защищаетесь, например, вот, то очень важно, если вы защищаетесь, эту защиту снять. Вот. И вы будете свободно выбирать, кем вы хотите, кем вы хотите быть, как вы хотите действовать, и никаких, там, особенных проблем не будет. Вот. Проблемой может, на мой взгляд, являться то, что вы, ну, то, что вы считаете вот это не нормальным, вот, что это может являться проблемой. Да. Потому что, ну, ну, как бы здесь стать, вот. А, ну, нет, мне кажется быть, стать. Вот. Чувства. Чувства втыда. Вот. И. А, чувства втыда, оно. Неся, наверное. в данном случае, вот от него нужно, ну к нему нужно, к этому чувство всегда присмотреть, вот конечно же. И соответственно уже дальше, уже дальше можно будет смотреть, вот в каком направлении вы хотели бы двигаться. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Вот, я желаю вам удачи, я хочу пожелать вам всего самого доброго. Вот, и надеюсь, 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 надеюсь на пол, что ситуация ваша найдет свое разрешение, да. Вот, и надеюсь, что вы займитесь самой, потому что, ну люди по-разному, люди по-разному относятся к тому, когда они растут и воспитываются в семье не полной. Вот, к сожалению, вот, и может, совершенно неизвестно в данном случае. Какие у вас чувства к вашему папе, да, то есть, ну, что вы чувствуете к нему, к папе имеют. То есть, обижены ли вы на него или нет, да, то есть, вот, считаете ли вы, что он оставил вашу семью, вашу маму и так далее. Что мама про него говорила, и говорила ли она про него вообще, что там, вот, и так далее. То есть, вот такие все вещи, вот, то есть, на мой взгляд, это вот то, что нужно вам разобрать, то, что нужно вам рассмотреть. Вот такая вот история. Ну, на мой взгляд, опять же, повторю. Вот как-то так, на этом все. Буду вам благодарен за обратную связь. Вот. Значит, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Позволит вам определиться с психотерапией. Хочет всего самого доброго обращаться. Продолжение следует...